В Башкортостане приступили к реализации новых национальных проектов. Об этом сегодня заявил глава Республики Ради Хабиров в ходе оперативного совещания в правительстве. Разний президент Владимир Путин подписал новые майские указы о национальных целях развития России до 2030 года. Продолжится работа по реализации нацпроектов в области здравоохранения, образования, социальной политики. К ним добавились такие проекты, как «Семья», «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь» и «Экономика данных». Об их актуальности Владимир Путин говорил во время послания Федеральному собранию в марте. После инаугурации президент объявил о формировании нового правительства. 80% действующих руководителей сохранили свои посты. Комментируя эти события, глава Башкортостана Ради Хабиров отметил высокий потенциал взаимодействия с обновленным правительством, налаженные связи и большие перспективы реализации национальных проектов. Мы очень хорошо работали. И я всегда говорил самые высокие слова одобрения деятельности Михаила Владимировича Инышустина, потому что нам работалось конструктивно. Все было очень прагматично. Вот нам для работы как раз нужен здоровый прагматизм и рациональное решение, что было продемонстрировано правительством предыдущего состава. В этом составе вы видите, что основной костяк сохранился. Появились четыре губернатора на должности министров. Это тоже хороший показатель, что губернаторский корпус действительно формирует в своих рядах успешных руководителей федерального уровня. Всех их мы знаем, со всеми мы работаем. Поэтому полагаю, что здесь будет налажена соответствующая работа. Премьер-министром назначен Михаил Мишустин. Руководители силовых структур в основном не изменились, за исключением министра обороны. Президент предложил на эту должность куратора экономического блока правительства страны Андрея Белоусова. Сергей Шойгу назначен секретарем Совета безопасности. Субтитры создавал DimaTorzok